Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня вот будет такое короткое видео о том, как транспортировать воскоотходы до места перетопки. Сразу скажу, что тем пчеловодам, которые перетапливают воск у себя на пасеке или живут в деревне и у них там есть газ или какие-то другие условия перетапливать, может быть на костре воск, то им это видео будет неинтересно. Это видео для тех, кто именно на пасеке вот эти вот воскоотходы собирает и потом перетапливает где-то там у себя или в сельском доме, или там в квартире, ну то есть на газе или как-то еще, ну то есть транспортирует этот воск. Так вот, если вот эти вот все воскоотходы, вот так вот посмотреть, то они занимают, так как они пористые, сотые, они занимают довольно много места, поэтому для транспортировки лучше всего их сжимать, то есть лепить, буквально лепить как вот снежки. То есть берете и лепите, хорошо сжимаете, заодно это как, ну, сродни эспандеру, то есть тренируете мышцы кистей рук, запястья, сжимаете. Получается вот такой комок, то есть он уже меньшего объема. В дальнейшем, когда вы будете перетапливать, он распадется, даст воск, остатки это мерва, вы ее также продадите в пчеломагазин или воскозаводу. И дальше складываете пакет, вот видите, у меня даже уже трудно поднимать. Вот какой пакет, наполненный вот этими скатанными шариками. И два таких пакета, это, ну, уже у вас будет где-то больше 6 килограмм воска. И поэтому это очень удобный способ для того, чтобы вот эти отходы уменьшились в объеме. До этого, когда я еще это не придумал, у меня просто, ну, где-то в 3 раза больше был объем вот этого всего, потому что сота обдирается все это. Старые вот эти вот соты с рамок обдираются, вот эти, там еще обрезки тоже, и все, это очень слишком габаритно. А здесь у меня нет возможности топить, потому что нет здесь газа. И у меня паровая воскотопка, я в квартире мамы в Воронеже перетапливаю, потому что там газ. И ставлю эту воскотопку на газ, и все это перетапливаю в слитки воска. Поэтому вот такой вот способ, вот еще раз показываю. Может быть, не у каждого получится так их лепить, если у кого-то слабые кисти. Но, тем не менее, кому это доступно, очень всем рекомендую. Так вы сокращаете объем, и очень удобно транспортировать. А на этом я прощаюсь, подписывайтесь на канал, до свидания.